И снова здравствуйте, уважаемые мои, дорогие друзья, коллеги, товарищи и те, кто пришел повышать квалификацию массажиста, мануальная терапевта, у нас есть тренинг по специальному мануальному воздействию на костно-сведочный аппарат человека, правку костей и мы перейдем скоро к частым случаям, к нюансам, а сейчас немножко теории Ну, как вы знаете, у нас скелет и позвоночник, позвоночный столб, он неровный, он имеет несколько изгибов Это естественные прогибы, которые в пояснице называются лордоз, в грудном отделе кифоз, в шейном отделе лордоз, то есть вперед, то, что угибается шея, это лордоз Назад, сутулоз, вот эта горбатость, это кифоз Это сделано природой специально для того, чтобы была амортизация, потому что мы единственные млекопитающие, которые вертикально стоящие, прямоходящие У нас постоянно от соударения об землю ведет компрессия всех суставов, там, лодыжки, колени, бедра и так далее И, соответственно, чтобы нас обезопасить, природа предусмотрена, ну, свыше, предусмотрены вот эти вот изгибы, которые являются пружинистыми такими И помимо лордоза, как бы, позвоночника, у нас есть еще, отвечает затылочная часть кости, она назад тоже идет Это тоже, по сути, кифоз Крестец идет назад, выбирают, да, это тоже кифоз Коленки, как правило, редко мы стоим прямо на прямых ногах, да, как правило, они согнутые Это тоже такая пружинность, если у нас, да, это тоже получается лордоз здесь И, соответственно, свод стопы, он тоже является лордозом, который тоже пружинит Ну, пятка, соответственно, пятка, вот так-то, например, это кифоз Вот эти части, которые взаимодействуют, как пружина Ну, соответственно, анатомически у нас позвонков шейных, ну, вы знаете, 7 Нумеруются они сверху, 1, 2, 3, 6, 7, да Начинают с грудные позвонки, их 12, TH1, TH12 Ну, иногда там, в славянских странах их называют Д, Д1, Д12 Поясничный отдел у нас формирует 5 толстых, самых мощных позвонков L1, L5 S1, S5 Это сросшиеся 5 позвонков, которые формируют крестец И дальше идет копчик, ну, мы его отдельно рассматривать не будем Там у разных народностей разное количество позвонков От 3 до 5, в некоторых даже до 7 бывает позвонков Ну, считается, что это ардимент хвоста от обезьянок Если было бы 7 позвонков длинных, да, был бы хвост, который может было бы цепляться за ветки Ну, это вот отдельная история, мы про это ничего не будем рассказывать Сейчас не касаемся Соответственно, вот грудные, грудной отдел 12-ю позвонками представлен У него отходят 12 пар ребер с разным сторон К ребрам крепится ключица Это все, о чем рассказываю Это те места, на которые мы будем воздействовать Самая проблемная часть Это, конечно, когда у человека образуется грыжа Грыжа чаще всего образуется в месте, которое я называю краеугольный камень или камень преткновения Это вот соединение позвоночника с тазовыми костями или 5С1 Почему здесь чаще всего грыжа? Потому что, во-первых, весь вес нашего, ну, это большая часть тела человека То есть это две трети его веса, это над ногами, да Мы давим ей практически на одну точку или 5С1 Соответственно, кто-то носит рюкзаки, сумки Сидеть неудобно, там подгибают поясницы Все сказывается именно на этом месте Если посмотреть подробнее на наш позвоночник То тут мы можем заметить, что диски межпозвоночника, видите, они все практически горизонтальные И только вот самое нижнее, вот он, он наклонен вниз И, то есть, L5-1 и L4, L5 тоже наклонен, имеют наклоны, да Поэтому, особенно те, у кого большой живот, да, у них съезжает позвоночник вниз, таким образом выдавливая, ну, сдавливая этот межпозвоночник диск Ну, потом подойдите к скелету, подробнее посмотрите Также есть нюансы, вот когда у нас фасеточные суставы, вот здесь видно, да Они тут, как бы, под 40 градусов расположены в шее, да Шея, соответственно, не имея ребер и других никаких сочинений Является, таким образом, самым гибким, самым мобильной частью нашего скелета, да Во все стороны практически на 108 градусов может вращаться, сгибаться, крутиться По поводу, кстати, крутиться-сгибаться Давайте вот еще в терминологии немножко разберемся Получается, если мы наклоняемся вперед, это получается флексия Если назад, это экстензия Ну, то есть наклоны, сгибания, сгибания, любой сгибания, вот мы руки сгибаем, это флексия Разгибаем, экстензия, да Назад разгибаемся, это экстензия Это касается как отдельно взятого позвонка и сегмента, так и всего корпуса Или какой-то там отдельной части вместе Ну, что такое сегмент? Сегмент это вот позвонок, позвонок один с диском между ними Позвонок второй Является собой сегмент Что еще? Вот у нас методы воздействия, соответственно, получаются Давайте, я вам покажу воздействие, покажем красным Также есть у нас в шее, мы чаще всего используем ротацию И в пояснице также, да? Ротация Давление, как правило, на кифоз мы осуществляем в него, в позвоночник На лордоз, наоборот, в обратную сторону Кифоз мы давим в противоположную сторону Кифоз, соответственно, по идее, больше чердами должны идти вот туда Соответственно, здесь также Растяжение, вот это камни преткновения Все кости, которые находятся ниже, мы тянем вниз Наше воздействие вниз Все кости, которые вверх расположены Мы тянем вверх к голове Это называется декомпрессия То есть, обратный процесс компрессии Вот от этой точки, кстати, да Покажу Приславу-ты Грыжу, да? Чаще всего, практически процентов 90, наверное, случаев, она именно здесь Чуть поменьше, соответственно, это вот здесь Чуть поменьше здесь Ну и третий по статистике грыжи, да? Это вот нижние шейные позвонки Пятый, шестой, четвертый, седьмой Ну, грыжа, че образуется? Я надеюсь, не будете спрашивать Потому что там причин много Это может быть резко поднялся Может травма Откуда-то человек там грохнулся Автомобильная катастрофа Или что-то еще? Но, как правило, тоже многие это недосознают Что по факту Большая часть грыж 80% Ну, давайте так, шестьдесят процентов Образуется из-за стресса Из-за глубокого стресса Когда человек что-то там психанул Рванул-то, накричал на работе, да? А потом про это забыл Но у него позвонки, в ней мышцы Так сжались от стресса Ну, часто видят там поднимаются плечи, да? И что-то там еще сзади сковываются мышцы спины Он про это не помнит Не ходит ни на массаж, ни в бассейне, ни на йогу Ни психиолог, ни в хеатре, да? В смысле психотерафевте В смысле психотерафеевте Ни медитацией не занимается Ничего не делает, да? И у него начинают от того, что скованные мышцы постоянно Сдавливают позвонки так, с такой силой Что со временем, ну, естественно, не через день, через два С годами, с годами они расплющивают межпозвоночный диск Там область начинает, ну, остеохондроз начинается Это дегенеративно-деструктивные изменения Наросты, которые начинают Ну, диск сам иссыхается Он появляется в нем трещина Он выпячивается Он давит на нервные корешки сзади в позвоночном столбе Ну, позвоночный столб тут находится параллельно Позвоночку сзади к спине Не буду сейчас его рисовать Поток, как образуется грыжа И сходите, он потом Там и будет вопрос, да? Я нарисую или сейчас нарисовать? Или сейчас? Ну, в общем, да Иллюстрировал свои слова Повыстром тогда Нарисую Ладно, вот, допустим, поясничные позвонки Пошел спустец Стадии грыжи В нормальном позвонке В здоровом Находится Пульпозное ядро Такая жидкая субстанция Внутый диск, да? По консистенции похоже на белок яйца Такой-то чуть погуще Такая, более такая резиновая Само кольцо, которое его окружает Оно и называется фиброзное Оно соткано из очень многих таких вот Волокон Которые достаточно плотные Как помните, вот такой Шланг водопроводный Да, если такой из металлической сеточки Вот примерно вот такой вот Он также достаточно мобильный Растягивается Но плотность ее за счет этого увеличена Это здоровый диск Когда диск начинает исцекаться Устухандроз У него, во-первых Кольцируются вот эти вот части Которые на рентгене Это потолще не рисуют Позвонки Которые на рентгене Уже слабо пропускают свет Они становятся более Ну, там, инвестированные Да, светлые, светлые, кости светлые, белые Тут самое белое место Там сразу видно, что уплотнение Соответственно, питание к диску не поступает Он становится Иссохшимся Истрескавшимся Сплющенным Следующая часть Он сплющивается настолько Что он начинает выпячиваться Ну, чаще всего назад Выпячиваясь Соответственно, у него Познание смещается Оно находится где-то Вот уже примерно здесь Ой, не в ту сторону нарисовал Sorry Где же у нас перед? Вот, в листе, сам рисовал Да? То есть Назад Это вот сюда Поздно ядро смещается Уже давит на позвоночный столб Вот тут идет позвоночный столб Остистые отростки Что тоже важно Они растут к низу Примерно под 45 градусов А в каждом позвонком Вот туда вниз Собственно говоря Когда мы щупаем спину Чтобы вы все понимали Мы не щупаем позвонок Позвоночник Мы до него не можем долезть Мы щупаем выпирающие Остистые отростки Вот эти вот самые Ну, это скелет тут какой-то Скелет ребенка Китайская причина Не совсем достоверная И самые толстые позвонки Это в пояснице Поэтому, чтобы Никому не верить Когда говорят Я ему нащупал грыжу Или я ее там Вылечил грыжу Ему банками И вытащил ее Во-первых, вы ее никогда не нащупаете Вы только можете По костным признакам Понять, что она есть Предположить Давайте будем персоналом Мы не будем ставить диагнозы Такие конкретные Мы предполагаем По подъему ноги По тому, как человек ходит По нажатию на позвоночник Что грыжа вполне возможно есть С вероятностью до 80-90% Но все-таки Отправляйте человека на айрентген На МРТ Чтобы достоверно выяснить И чтобы он видел Что вы профессионал Чтобы он это чувствовал А по факту Чтобы дотянуться до позвонков Там дальше Сквозь еще нервный столб пройти И дойти до той стороны Где грыжа Там расстояние сантиметров 5-7 Понимаете Через ткани Жир Мыскулы Вы туда вообще никак не достанете И тем более Если он говорит Что он банка Кто-то ему там тер Избавил от грыжи Но по факту Грыжа Она сама по себе не болит Пока на конкретный корешок не надавит Она может упираться Как сбоку Там да Такой внутрь И наружу Ну вперед и назад Поэтому скорее всего Болят окружающие ткани Вокруг каждого сегмента позвонков Позвонка Находится Большое количество коротких мышц Вот таких вот Покажу Там порядка 12-15 мышц Которые как раз Его сковывают Как бы создавая корсет Обезопасивая это место От лишних движений Чтобы он лично Раз не царапал в нерв И собственно говоря Организму кажется Что он его сковал А по факту Подвинешься меньше Давление на позвоночек Больше И диск упирает Еще больше Вот наша задача Убрать сначала Вот это вот Ну прежде чем давить на кости Да Мы должны убрать Вот эти вот Спазмированные участки И И Соответственно Вот Когда Деструктивно Нарушения Вырастают До такой степени Что получается Уже костные наросты Остеофиты Так называемые Да Они уже разрушают Этот диск Он начинает Быть секвестрированным Секвестр Соответственно Он уже провисает Сзади Да То есть Если Выпященный Идет Ну как правило В пояснице Толстые Позвонки До 5 Даже до 6 Миллиметров Иногда Это называется Протрузия Протрузия Предвестная Грыжа Еще не грыжа В шейном Аделе Позвонки Поменьше Там До 3 4 Миллиметров Это Протрузия 5 Уже Считается Грыжа Когда Вот 11 Там 12 Миллиметров Она уже Провисает Это Уже Назвать Секвестр Секвестр Опасен тем Что Он может Отломиться Оно Что-то Из этих Хастеофитов Иссыхает Отломиться И кусочки Начинают травмировать Упружающей ткани Пульпозное Ядро Вытекает Наружу Является Токсическим Для окружающих Тканей Тут Уже Как бы Лечение Мануальной Терапией Любые Все Воздействия Механические Руками Они являются Консерративным Методом Лечения Таким Образом Мы Человека Можем Обезопасить От Операции Намного Много Лет В принципе С грыжей Люди Живут Живут И еще 60 лет И Сто лет Плюс Еще Сто лет Могут Прожить Даже Не замечаю Что у них Есть Грыжа Если Мы В долгий Процесс Ремиссии Отправим С помощью Наших Техник Мануальных Это Значит Вытягивание Мобилизация Постановка Костей И Соответственно Питание За счет Того Что Мы Расширяем Суставы Любые Суставы Да Эти 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 Они Получают Питание Потому Что Сустав Тоже Немаловажно Сейчас Нарисую Например Соединяется Любая Кость Вокруг Нее Есть Хрящик И Все Это Зашито В Суставную Сумку Как В пальчике Нашим Как В позвонке Как Там В ребрышках Везде Примерно Одна Итаж Картина Здесь Вот В этой Суставной Сумке Находится Синовиальная Жидкость Синовиальная Это Как Бутковое Яйцо То есть Она Тоже Похожа На Белок Яйца Куриного Она Так Омывает Эти Суставы Что Хрящики Они Скользкие Как Фторопласт Как Лед Даже Если Они Трусты Друга Они Все Очень Скользкий Но Даже И В этом Случа Они Не Соприкасаются Друга Там Всегда Остается Микрон Пару Микрон Расстояние За счет Плотности Это Жидкости То есть По сути Наш Сустав Он Вечный Трения Нет Грубо Говоря Но Происходит Что Либо Большой Удар Нагрузки Либо От того Что Разрывается Капсула Сустава Это Жидко Сутикает Либо Из-за Того Что Мало Подвижность Сустава Соответственно Сидящий Работает Люди Сидят Либо Слишком Много Тренируются Перекачиваются Со штангой Довольно Слишком Они Стребуют Рукодроги Жидкость Иссыхает Что Происходит Почему Это Происходит Потому Что В ней Внутри Этого Сочинения Нет Ни Одной Ни Одного Сосуда Если Даже Костях Есть Кровеносный Сосуд Кровеносная Система То Тут Нет Ничего То Есть Питание Тут Сюда Как Поступает Питание Поступает Только Диффузные Закрывающие Ткани Как Процесс Осмоса Знаете Вот Очистка Воды Соответственно В окружающей Ткани Мы С помощью Массажа С помощью Подвижности Что С помощью Расшевеливания Расшатанных Кажется Суставчик Увеличиваем Мобильность И увеличим Соответственно Питание Сустав Начинает Напитываться Влагой И получается Он восстанавливается Если Он не Восстанавливается То Происходит Следующая Картина Кости Начинает Истираться Хрящих Другому Становится Тонким Соприкасанно Тоже Это Называется Артрит Артроз Кости Начинают Соприкасаться Друг С другом Это Больно Огонит Понимает Что Не Хватает Там Чего То Надо Чем Подлечить Он Туда Дополнительно Выстраивают Новые Капилляры Через Кость Они Подают Кальций Как с одной Так С другой С другой С другой С другой С другой Этот Кальций Кальций Натхлящик Представляете Кость Дополнительно Кость Вырастает Костная Мозоль Которая Трест С другого В друга Это Просто Очень Больно Вот Чтобы Это Не Допустить Всегда Рекомендую Всем Подед На Массаж Вы Объясняете Что Без Массажу Ваши Суставы Ваши Артроз Артрит Будут только Увеличиваться Поэтому Берегите Свои Суставы И Ходите На Массаж Возвращаемся Сюда Кроме Ротации У нас Ну Соответственно Тоже Как Все Области Относит К 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 Позвонку Позвонку Может Дратирован Если Мы Щупаем Позвонки Вот Они Идут Ровно Ровно И Один Он Смещен В Бог Один Или Два Смещен В Бог То есть Скорее Всего Они Ротированы Кроме Этого Они Могут Быть Субриксированы Субриксация Субриксация Это По-русски По-других По-других То есть Он Не вышел Из Сустава Сустава На сумке Находится Позвонок Видно Будет Картинка Представлена На месте Находится Но Он Вывернут Витап То есть Он Остался В суставе Просто Развернулся Там Также Субриксация Может Быть Вперед Назад По-других Вбок И Опять же К этому Относится Термина Не протермина Экстензия Это Сгибание Назад Векс Это Сгибание Вперед Если Использует Что-то Чрезмерно То Обычно Кликется Гипер Гипертонус Гипертрофика Ткани Гиперэкстензия То есть Чрезмерно Много Гипо Это Чрезмерно Мало Гипотаксия Гипотаксия Мозга Оксия Это Кислород Гипомал Малый кислород В мозг Поступает И Сложь Пережат Вот Эти Суставы Кстати По поводу Что мы лечим Какие у нас Болезни Напрямую Поворот Шейных позвонков Особенно Вот этих Двух Верхних Аксис И Атланта Они Влияют На Питание Мозга Вообще Напрямую Потому Что Смотрите Вот Тут В Позвоночниках Придумано Я Я Сука Рассмотрел Удивляюсь Гениально Просто Уникально Вот Красный Видите Показано Это Питающая Артерия Задние Две Артерии Мозга Всего Их Четыре Спереди Сонные Подходят И Задие Вот Артерии Питают Наш Мозг И Она Находится В каждом Позвонке Такая Весь Петелька Проходит Через Петельку Как Через Ушко Иголочки И В Атланте Она Делает Загиб Вот Такой Загиб Потом Посмотрите Если Мы Повернут Под Вывих У Например Хотя Он Уже Его Пережимает Артерию Соответственно Слева Стороны Справа Питание Идет Меньше Уже Идет Соответственно На Звитие Нервы Влияет Потому Что Затышная Часть Черепного Мозга Находится Зоной Зазрения Отвечающие Влияет На Сонливость Гиперчустиственность К погоде Метеозависимость Всякие Хронические Усталости И Так Далее Человек Страдает Но Это Минимум Пока Голова Болит Да Вот По поводу Рота Гипер Склада То есть Гипертоксия Это Отсутствие В мозгу Не по кислороду В мозгу Когда мы Разблокируем Суставы Появляется Наоборот Гипертоксия То есть Человек Такой Счастливый У него Питание Идет Мозг Разблокировали Все Суставы Не только Как бы Физические Но энергетические Тоже И Информационные Нервы Разблокировались А нервы Должны ежесекундно 300 миллионов раз Получать В каждой Крышке Организма Информацию Обратно Туда Высылают И обратно Туда Обратно И представьте Это поток информации В мозг Человек Просто Включается У него Ярче Зрение У него Все Ярче То есть Мы Такую Пользуем Которую Видно Но Прямо Здесь И Сейчас Поэтому От Благодарных Клиентов Нет Отбоя Они Все Благодарят Прямо Буквально В первый День В Первый Же Помощь Так Вот Все Наши Методы Воздействия Будут Самая Основа Уволочка Маник Рисована Будут Нам Надо Вот В Эту Сторону Да Снизу Вверх Опять же Говорю Все Что Находится Ниже Это Его Место Тянем Все Что Выше Вверх Но Перед Этим Надо Подготовить Типа Ложен Сторону То есть Мы Должны Да Начиная С верхнего Позвонка Растянуть Немножко Вот Сюда То есть Подготавливаем Вакантное Место На Чтобы Куда Было Вставлять Позвоночник Позвонок Сейчас Мы На Примере Делать То есть Если Без Всех Лево Права Куда То Сюда Сместилось Будем Давить Сюда И Вверх Того Страна Мы Должны Растянуть Растянули И тогда Туда Вставили На самом деле Все Очень Просто Если Вы Вспомните Все Что Мы Делали С Тазом Подгибали Вот Растягивали А Потом Позвоночник Давливали Вставляли Шею Разворачивали Максимально Потом Вставляли С этой стороны То есть Тут Растянули Тут Ставили Так И Вот Все Наши методы Давайте Напишу Они Являются Такими Первое Это мы Обязательно Должны Растереть То есть Согреть Ткани От слова Трение Тереть Трение Передается Кинетическая Энергия Передается В тепло Второе Размять Размять Что я имею ввиду Если Идет Например Сколиоз По поводу Плоскости Согретальная Плоскость Рисунок Согретальная Плоскость Делит Наше Тело Пополам На Левую Правую Чем Фронтальная Плоскость Делит На Переднюю Заднюю Часть Есть Еще Горизонтальная Плоскость Некоторые Называют Аксиальная Как-то Еще Аксис 8 Она Делит Наше Тело На Верх Низ Соответственно Если Сейчас Продолжим Если У нас Сколиоз У нас Относительно Доксальной Плоскости Прежде всего Сметился Таз Если Что-то Сметилось Внизу Влево Правило Позвоночек Компетенционаторно Начинает Себя Выстраивать И он Выше Смещает Другую Сторону То Плечевой Повод Сместился Наоборот Вправо Соответственно Шея Отдельно Идет Если Тут Вправо То Тут Сместилось Тоже Скорее Всего Вот так Это Можно Предположить Если Так Произошло Здесь Соответственно От этой Точки Организма От этого Каменя Когда Человек Рождается От Практически Центр Нашего Организма Отсюда Все Растет Вверх И Отсюда Все Растет Вниз Соответственно Пошло Искажение И на Ноги Скорее Все Будет Колено Чуть Ниже Да И Пятка Будет Чуть Ниже То Есть Эта Нога Будет Укорочена Ниже Земли Не Может На Уйти За счет Землей Будут Либо Колено Двинуто Дали Пятку Чаще Увеличено Соответственно Тоскостойка Тоскостойка Тоже Могут Увеличено Компенсатурно Как можно Больше Спручивают Ногу Чтобы Она Уместилась В Все Вертикаль Самого Человека Должна Покажу И Соответственно Что Надо Делать С мышцами Ну Скорелось Бывает От первой До четвертой Степени Честно Чаще Предсколиозные Такие Случниками Приходят Когда Еще Не совсем Первой Тепени Только Начинаем Что Человека Отчета Происходит Если Здесь Пошло Ну Кстати Во-первых Колес От позвонка Атланта Если Он Смещен С детства А это Вообще Это Рождение Когда Человека Вытаскивают Из-за Трубы Матери И Вы Видели С Кады Даже Если С Сами То Руками По Спирали За Голову Скручивают Все Вскусили Атланта Там же Косточки То Ребенка Как Ящики Мягкие Чего Там Стоит Скрутить И Все Он Так Живет И Замечательно Привык Там По Вечерам Голова Болит Немножко Привык И Уже Даже Не Болит Вот И Получил Удар Да Либо Все Время Спит И Немножить На Дубоку Не Туда Соответственно Что Происходит С Эти Мышцы Пере Растянуты А С Эти С С Эти Эти Укорочены Значит Нам Надо С Эти Эти Получаются Гипертрофичные А Тут Гипертрофичные Нам Надо Будет Эти Мышцы Расслаблять Эти Нагружать Разоположное Это Там Нео Стимуляция Релизинг Точки Что там Еще Есть Ну там Фасцы Растягиваем Да В общем На все Над Влияем Милу Это Мышцы Буки Когда Мы Это Подготовили То есть Они Так Растягивают Да Что Смещается Позвонок Как Сегмент Так Целый Отдел Так И Один Позвонок Отдельно Отдельно Также Можешь Сместиться Из-за Спазмов В Животе То есть Массаж Обязательно Включается В Устеропатию Нашу Минологию Терапию Также Потому Что Если Вы Не Убрали Спазм Животе